Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Как известно, проблема жилья в Республике Дагестан стоит очень остро, но есть категории граждан, которым полагается бесплатная или льготная жилплощадь. Кто эти люди и какое количество из них уже получили свои заветные квадратные метры, об этом и о многом другом расскажет сегодня наш гость. Заместитель начальника управления по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных условий администрации города Махачкалы Алиев Мурат Гусейн-Дибирович. Здравствуйте! Здравствуйте! В начале нашей программы предлагаю посмотреть небольшой материал. Ахмед Ахмедов Остался сиротой в раннем возрасте, потеряв обоих родителей. Окончив школу и университет, поступил на службу в МВД. Совсем недавно он получил однокомнатную квартиру в Махачкале. В возрасте 6-7 лет остался сиротой. Сперва умерла мама, потом через год папа умер. И меня взяли опеки дедушка с бабушкой, они воспитывали, и доску тоже воспитывают. Учился я в районе у себя, в Ирибе, в селе. Как окончил школу, поступил сюда в университет в городе. Прописан был здесь, учился здесь. Закончил Дагестанский государственный университет, экономический факультет. После окончания учебы поехал в армию, отслужил, приехал с армии, устроился на работу. Сейчас в данный момент работаю в МВД, комендантском полку, звание старший сержант. В этом году поженился, скоро должен родиться сын. Еще у меня есть младший брат, тоже очередь получения жилья. Говорят, получат в следующем году или через два года. Я получил квартиру в 2020 году, как раз получается на Новый год. Это тоже, наверное, было подарком. На момент заселения в квартире было все необходимое для жизни – мебель и бытовая техника. Квартира, как вы видите, на сегодняшний день составляет 35 квадратных метров. Она предоставлена с ремонтом. Также от себя город Махачкала, привлекая меценатов, обустроил эту квартиру необходимой мебель для тех сирот. В этом квартире был и диван, телевизор, холодильник, кухонная мебель. Поэтому еще раз хочется поблагодарить и тех меценатов, которые откликнулись, помогли детям нашим сиротам, чтобы они сразу могли зайти и жить в этих квартирах. С самого детства Ахмед занимается спортом. Не оставил спорт и сейчас. Он по сей день участвует в различных спортивных мероприятиях. Дедушка в детстве меня отдал в спортшколу в селе Ириб. Я там тренировался вольной борьбой. Занимал много призовых мест, начиная с первых, вторых, третьих. Не было таких, что проигрывало где-то. После окончания школы приехал в город Махачкалу и здесь тоже начал тренироваться вольной борьбой. Занимался я в урожае. Также активно участвовал в всяких мероприятиях спортивных. Занимал призовые места. После окончания университета поехал в армию. В армии тоже я занимался армейским кубачным боем. Выполнил кандидат мастера спорта. Вот награды мои. Приехал с армии, устроился на работу. И здесь тоже до сих пор в данный момент занимаюсь армейским кубачным боем, боевой самбой. Когда бывают соревнования, езжу на всякие мероприятия, на всякие соревнования. Также активно участвую и занимаю призовые места. По действующим нормам законодательства, жилыми метрами сирот и граждан, лишенных родительской заботы, обеспечивают муниципалитеты. В рамках переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, администрация города Махачкалы предоставляет жилые помещения тем, кто состоит в списке для нуждающихся в обеспечении жильем по данной категории. В 2020 году администрация города Махачкалы согласно предоставленным бюджетным средствам предоставила 40 благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В том числе в этом году был обеспечен Ахмедов Ахмед, который состоял в списке нуждающихся в обеспечении жильем с 2013 года. Стоит отметить, что жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений, то есть сроком действия на 5 лет. По окончании срока действия договора специализированного найма и отсутствия обстоятельств свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Содействие в преодолении сложной жизненной ситуации данные квартиры предоставляются по договорам социального найма, то есть с правом приватизации, следовательно, оформление собственности. В текущем году, в 2022 году, до администрации города доведены финансовые средства на приобретение 133 квартир. Утвержденная стоимость одного жилого помещения 1 млн 985 940 рублей. Мурат Гусендибирович, расскажите, какие категории граждан имеют право на бесплатное или льготное жилье? На сегодняшний день в городе Махачкале имеются несколько категорий граждан, которые имеют право подать заявление, встать в очередь на получение своих жилищных условий. Так, например, законом Республики Дагестан номер 58 ведется учет детей-сирот, которые нуждаются в получении своих жилищных условий. Также детей, которые приранены к детям-сиротам. Это у нас, например, если родители лишены прав, если на ребенка есть опекун, то ему тоже, он приранен к сиротам, и им тоже необходимо предоставить жилье. Эта полномочия является республиканским полномочием и 57-м законом Республики Дагестан о наделении органов местного управления указанным полномочиями. Эти функции переданы муниципалитетам, в частности, и городу Махачкале. В связи с чем мы ведем учет данных категорий сирот, ежегодно предоставляем данные о количестве сирот в Министерство образования, после чего формируется определенный бюджет и предоставляется денежные средства для последующего приобретения и предоставления квартир сиротам. Помимо сирот у нас еще имеются такие категории, как ветераны боевых действий, вдовы ветеранов боевых действий, молодые семьи, инвалиды различных категорий групп. Ну, все они, да. Но помимо этого, на сегодняшний день такие категории инвалидов, как инвалид первой группы и семьи, имеющие ребенка инвалида, на сегодняшний день постановление правительства Республики Дагестан, им выделяется субсидия, реально, которая на сегодняшний день реализуется программа, это программа по предоставлению жилья инвалидам первой группы и семьям, имеющим детей инвалидов. Это, получается, денежные средства? Да, сертификаты выдают. Они приобретают. А на какую сумму? В зависимости от состава семьи, ну, это подробности по количеству предоставляемого, допустим, денег, сертификатов и условий, предоставленных сертификатом, им необходимо будет обратиться в республиканские органы, это Министерство строительства. А мы только ведем учет и передаем учетные дела Министерству строительства Республики Дагестан. Помимо этого, еще у нас ведется такая работа, как актуализация этих списков. Также данные сертификаты предоставляются в том случае, если указанные семьи и граждане, которые обращаются с заявлением о предоставлении им жилья, они ранее не использовали такое право. Также за последние пять лет, если у них не было имущества, которое они продали и намеренно ухудшили свои жилищные условия. Это одни из критериев, которые позволяют им участвовать в данной программе. Бывают такие случаи, да? Да, конечно, намеренно ухудшают свои жилищные условия, среди чем им мы отказываем. Бывает такое, что люди у нас в связи, наверное, с правовым нигилизмом не совсем понимают, обращаются в суды. Мы в ходе приема граждан, их вызываем к себе, пытаемся разъяснить, объяснить, в каких случаях им положено. Многие из них по истечении пятилетнего срока повторно обращаются, и мы их ставим в очередь. А какие программы улучшения жилищных условий действуют на сегодня? На сегодняшний день более реализуемые в городе Махачкала – это учение жилищных условий детей-сирот и приравнение к ним детей. Также программа, о которой я выше упомянул, это инвалиды первой группы и семьи, имеющие детей инвалидов. По сиротам предоставляют непосредственно город, за счет средств, выделенных республикой городу, город объявляет аукционы, приобретает квартиры. Эти квартиры предоставляются сиротам. По инвалидам первой группы и семьи, имеющих детей инвалидов, сертификаты предоставляют непосредственно министерству. А по какой цене приобретается квадратный метр? Квадратный метр. Последний раз в республике была установлена сумма 60 180 рублей. Насколько я помню, это около 2 миллионов рублей. 1 980 000 рублей из расчета 33 квадратных метра для одного сироты. Удается найти подходящую жилищу? Немножко сложно. Мы в связи с тем, что с такой квадратурой квартиры, их в городе немного, застройщики не любят строить. Это экономически, говорят, невыгодно. Немножко нам сложно приобретение указанных квартир, но мы стараемся, недельно, ежемесячно объявляем аукционы, проводим разъяснительную работу с потенциальными поставщиками, участниками аукционов, строительные организации. Просим их участвовать активно. Мы стараемся. В этом году мы планируем уже реализовать то, что не смогли в прошлом году сделать. Но застройщики идут вам на встречу? Идут, идут. Единственное, они просят немножко разъяснение им дать. И для того, чтобы участвовать в аукционе, необходимо, помимо желания, необходимо получить электронный ключ, сертификат для участия в аукционе, зарегистрироваться на определенной площадке для участия, обеспечение контракта, обеспечение заявки. Это определенные такие вот бюрократические процедуры, без которых открыто, добросовестно провести аукцион тоже невозможно. Требования законодательства 44-го закона о контрактной системе, у него есть определенные требования. В этой сфере мы немножко даем им консультацию, чем можем, помогаем. А что вот является главным критерием для получения бесплатного жилья? Главным критерием для получения бесплатного жилья, как бы банально это ни звучало, является отсутствие жилья. Если человек нуждается, семья нуждается, они являются потенциальными участниками определенных той или иной категории программ. Помимо того, что они должны быть нуждающимися, они должны еще и соответствовать определенным категориям, под которые они хотят подать заявление. К примеру, если это программа «Молодая семья», то семье должно быть не более 35 лет. То есть и мужу, и жене не должно быть более 35 лет. И, соответственно, они должны быть зарегистрированы, как простым языком, прописаны в том муниципальном образовании, через которое они подают заявление. Если наши горожане-махачкалинцы подают заявление, должны быть прописаны в городе Махачкала или же в поселках, которые относятся к муниципальному образованию города Махачкала. А каков размер площади жилого помещения является учетной нормой? У нас есть понятие учетная норма и норма предоставления жилья. Если говорить об учетной норме, то закон Республики Дагестан, четвертый закон о категориях граждан, которые имеют право на получение своих жилищных условий, отсылает к органам местного самоуправления, что признается учетной нормой определенным органам местного самоуправления. Если говорить в частности о городе Махачкала, то решением Махачкалинского собрания депутатов в 2010 году установлена данная учетная норма – это 15 квадратов. Что это означает? Это означает, если у семьи, на всех членов семьи учетная норма меньше 15 квадратов, занимаемая ими площадь жилья, общая площадь, не только жилая. Если меньше 15 квадратов, то у них есть нуждаемость, они могут участвовать в той или иной программе. А норма предоставления – это норма, менее которой не имеют права, допустим, предоставлять сиротам, к примеру. Для сирот мы предоставляем непосредственно жилье. Она установлена и тем же решением органами местного самоуправления, так же и вышеуказанным законом. Это если одинокая проживающая семья или же сирота, это минимум 33 квадрата. Если 2 человека проживает, то 42 квадрата. Если более 2, то 18 квадратов на одного члена семьи. А кто определяет эту учетную норму? Учетную норму, как я уже озвучил, определяет орган местного самоуправления. В нашем случае, да, и так по всей республике. Каждый орган местного самоуправления определяет эту учетную норму. Исходя из которой, с учетом каких-то особенностей каждого муниципального образования, учетную норму, она будет разниться. И определяется нуждаемость той или иной категории. Что нужно для того, чтобы получить квартиру от государства? Чтобы получить квартиру от государства, в первую очередь, необходимо обратиться к заявлению. Для того, чтобы их включили в ту или иную категорию нуждающихся. Необходимо подать, помимо заявления, иные документы. А какие документы? Ну, эти документы, они разные, отличаются в какой-то степени. Но общие документы – это паспорт, свидетельство о заключении брака, о расторжении брака. Если являются инвалидами, справка о том, что они являются инвалидами на момент подачи заявления. Более подробно, все-таки, наверное, лучше по каждой категории нашим горожанам обратиться в многофункциональные центры. Это мои документы. Также можно обратиться непосредственно к нам. Мы находимся по адресу Каркмасова, 18, бывшее здание гостиницы «Кавказ». У нас приемные дни каждый четверг и каждый вторник с 15.00 до 18.00. Помимо этого, на первом этаже у нас ежедневный ведет прием отдельно управления. Здесь отдел по приему граждан. Они ведут ежедневный прием граждан, разъясняют порядок по той или иной категории и предоставляют перечень документов. – Ну вот в какие сроки граждане все-таки могут получить квартиру? – Определенные сроки есть? – Если говорить о сиротах, то сироты должны получить по достижению 18-летнего возраста. Но учитывая, что квартиры в наличии они не бывают, нам предоставляют субсидию на приобретение квартир. Само приобретение квартир занимает определенную процедуру. Там объявляют аукцион, заключить контракт, регистрация. Сверху необходимо данную квартиру зарегистрировать на город. Право собственности города должно быть. После чего переводят указанную квартиру в спецжилфонд. И после чего только предоставляют сиротам. Учитывая те или иные такие бюрократические, я бы сказал, проблемы, не всегда удается день в день предоставить квартиры. То же самое можем сказать о сертификатах по инвалидам первой группы, семям имеющим детей инвалидов. Им предоставляют сертификат в Министерство строительства. После чего они уже приобретают квартиры. – Какое количество сирот на сегодня получили уже квартиры? – На сегодня у нас количество сирот, получивших квартиру, это в 2019 году было 41 сирота, в 2020 году – 40. В 2021 году, к сожалению, заявок на аукционы не было. В этом году мы планируем где-то 133 квартиры приобрести и предоставить сиротам. – А где вот проживают сироты, которые как бы еще не получили квартиры? – Кто-то из них проживает у дальних родственников, кто-то снимает. Ну, честно говоря, тяжело сиротам. И финансирование тоже недостаточно. Ну, в рамках того, что до нас доводят, мы стараемся оперативно реагировать. Как я уже упомянул, проводить разъяснительную работу с застройщиками, чтобы они участвовали в закупках. Стараемся как можем. – В каких домах в основном предоставляется жилье? – Жилье предоставляется, опять-таки, если мы будем говорить о сиротах, то в домах, наверное, будет правильно сказать, в квартирах таких. Так как мы квартиры приобретаем, а не дома. – Ну да, многоквартирные дома есть. – Да, домы и жилые помещения. Могут и жилые дома нам продать в частном секторе. – Как бы то ни было, жилое помещение, оно должно соответствовать всем нормам, санитарным и другим нормам. Оно должно быть с ремонтом. Конечно, оно не должно быть, наверное, ремонтом люкс-класса. – Но чтобы все необходимое было. – Да, минимальный ремонт, чтобы человек мог зайти и жить, он должен быть. – А мебель? Сами должны, да? – Да, мебель уже сами. Мебель сами приобретают. А там, где предоставляют им сертификаты, тем же самым семьями, имеющими детей инвалидов и инвалидами первой группы, они уже сами определяют, что им лучше купить. – Могут ли граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получить помощь в виде денежных средств и уже сами как бы приобрести квартиры? – В случае с инвалидами первой группы и семьями, имеющими детей инвалидов, им предоставляют деньги в виде сертификатов. Вот они приобретают сами. А что касается сирот, то там нет. Там уже необходимо им получить то, что приобретено по аукциону. – Возможно ли жилье, полученное вот таким образом, со временем приватизировать? – Приватизировать возможно, но для этого, к примеру, по сиротам, им первый раз при предоставлении квартиры, с ними заключают договор специализированного найма. Данный договор не позволяет приватизировать, однако по истечении пятилетнего срока проводится комиссия, проверяется их адаптивность. Если сирота адаптирован к жизни, то комиссия принимает решение, что с ним можно заключить договор социального найма, который уже на основании закона о приватизации жилищного фонда Российской Федерации. И он может обратиться с заявлением о приватизации буквально на следующий день после заключения данного договора. – Это делается для того, чтобы защитить своих сирот, чтобы они не продали и не остались без жилья? – Да, сирота, который вышел из детского дома, он не адаптирован. Люди, которые не совсем, допустим, чистые на руку, могут вести сироту в заблуждение, пообещать ему чего-то, попросить его продать квартиру, и человек может остаться на улице. – Какое количество граждан, нуждающихся в квартирах, на сегодня числятся в ваших списках? – Если говорить об общем списке, то их более 10 тысяч человек, даже более 10 тысяч 300 человек по разным категориям. Если говорить о тех же сиротах, это 801 сирота, на сегодняшний день стоит очередь из них, которым исполнилось 18 лет, и которым уже мы обязаны предоставить квартиры – это 658 человек. Потом молодые семьи – это более 4 тысяч семей, малоимущие – 1280 семей, инвалиды – 350, то есть 3500 семей. – Это реально всех обеспечить? – Это, к сожалению, нереально, учитывая, что у нас есть еще категория такая, как малоимущие, которым предоставляется жилье за счет средств муниципального бюджета. У нас, к сожалению, в муниципальном бюджете на сегодняшний день нет такой возможности выделять средства для приобретения квартир, и своего жилищного фонда, необходимого для предоставления указанной категории, у нас, к сожалению, нет. На сегодняшний день ведется определенная работа по изысканию средств, изысканию способов для пополнения этого жилищного фонда для последующего предоставления той или иной категории. – Ну вот в этом году вы какому количеству людей планируете выдать ключи от квартир? – В этом году мы можем уверенно говорить только о такой категории, как сироты, потому что только им мы выдаем. – В обязательном порядке? – Да, в обязательном порядке. – В обязательном порядке по предоставленным нам средствам, доведенным данным средствам, это 133 квартиры. А остальные, там заявительный характер, помимо того, что данные категории, они стоят в очереди, помимо этого, допустим, вот инвалиды первой группы и семьи, имеющие детей инвалидов, помимо того, что они стоят у нас в очереди, им необходимо в заявительном порядке обратиться в Министерство строительства за предоставлением им сертификата. там уже, как говорится, мы не можем знать, кто обратится в Министерство строительства. – Мурат Гусейн Дебирович, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. – Вам спасибо. – А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok